На Брестский общественный транспорт приходится около 83% основного пассажиропотока нашего города. В организации трудится порядка тысяч человек, и предприятию ещем гордиться, в том числе и тем, что в Бресте первая в стране появилась оплата при помощи QR-кодов. Закупаются троллейбусы на самоходном ходу. Но есть множество направлений для развития и работы. От руководителя во многом зависит продуктивность деятельности, отметил, представляя коллективу нового директора, градоначальник Сергей Лободинский. Им стал Сергей Чиж. Сергей Михайлович имеет довольно-таки большой опыт работы, в том числе в Кобринском автопарке. Последнее место работы – это дорожно-эксплуатационная служба «Автодора». Он непосредственно понимает и знает само устройство, как автопарка, так и в противоположную сторону, по чему мы ездим, содержание, эксплуатация и другие вопросы. Я думаю, что тот опыт, который он имеет, он поможет вывести ваше предприятие на более качественную линейку «Неуступный». Сергей Михайлович окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности механизации сельского хозяйства. Работал на должности главного инженера, начальника технического отдела, а также порядка девяти лет возглавлял автомобильный парк номер 16 в Кобрине. С 2021 по 2023 год начальник филиала дорожно-эксплуатационного управления номер 22 республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Брест-Автодор» также в городе Кобрине. Перед руководителем стоит много задач. Начнем изучение пассажирного потока, изучать маршрутную сеть, проведем анализ полноты оплаты проезда пассажирского транспорта. Также изучим коэффициент выпуска на линию, изучим коэффициент технической готовности на предприятиях. Конечно, уделим внимание ремонтным мастерским, уделим внимание благоустройству. Также изучим условия работы работников предприятия. Я считаю, что необходимо будет сейчас активизировать работу с Горд-Трансом, который является оператором данных видов перевозок. Я думаю, что все-таки на предприятии «Брестский общественный транспорт» работают высококвалифицированные работники, с которыми будет очень легко работать. Мы найдем общий язык, который поставил нам председатель задачи, они будут выполнены. Я думаю, что постараемся в кратчайшее время. Вместе с тем глава Брестского горсполкома поставил перед новым руководителем и сотрудниками предприятия ряд задач. Это максимальное развитие сети общественного транспорта, увеличение прибыли за оказание услуг и снижение производственных затрат, развитие международных перевозок, в частности, в направлении Российской Федерации, оказание ремонтных работ. Сегодня мы работаем над тем, чтобы изучить пассажиропоток, для того, чтобы скорректировать маршрутную сеть города, тем самым минимизировать затраты, которые компенсируются из бюджета, тем самым сократить или сэкономить бюджет. И третье, наверное, или четвертое уже – это определиться с уровнем заработной платы, потому что сегодня это немаловажно. Среди приоритетных задач и замены автопарка, сегодня он насчитывает порядка 300 единиц. Из них более 100 требуют обновления. Здесь представители исполнительной власти готовы оказать содействие. За прошлый год удалось с поддержкой обл. исполкома, горе исполкома улучшить состояние парка, приобрести 17 единиц техники, это более 5,5 миллионов рублей. На текущий год запланировано было и уже реализовано два автобуса МАЗа 203-х и 10 троллейбусов на самоходном ходу, которые вы, кстати, уже видите по городу. На эти транспортные средства уже было направлено более 8,5 миллионов рублей. До конца года уже подписаны контракты, и в рамках лизинга, значит, будет приобретено еще 15 автобусов. Новый руководитель уже вступил в должность и приступил к обсуждению насущных задач с коллективом.